Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я приветствую всех ценителей тяжелого машиностроения. Меня зовут Юлия Голяр и я хочу рассказать вам про агломерационное оборудование. Это один из видов оборудования тяжелой промышленности, которое используется для создания маленьких шарикообразных окатышей, необходимых для процесса переработки, спекания и дальнейшего получения материала. У нас сегодня первый выпуск, я хочу снять несколько серий про оборудование, которое выпускается в Украине простыми ребятами, инженерами, чтобы было понятно, что здесь идет процесс, здесь можно что-то производить. Когда я сбрасываю своим друзьям фотографию этой машины, они думают, что это телескоп Хаббл или какое-то космическое оборудование. На самом деле, это действительно смешно, но еще больше смешно становится, когда они узнают, сколько он стоит. И вы в конце увидите, сколько он стоит. И в принципе, это сопоставимо с ценами на технику, которая к нам приезжает от машиностроителей Германии. Поэтому давайте по порядку. Мы начнем с простого. Что это за штука? Что это за штука и зачем она нужна? Всего в мире есть разработанные несколько типов аггумерационных машин. Это ленточные, барабанные и чашевые окомкователи. То есть у нас есть порошок, который мы должны переработать в гранулы. Для этого мы должны его высыпать на тарелочку, которая под определенным углом вращается, и связать его к какой-то жидкости со связующим. Для этого у нас есть вот такая маленькая тарелочка диаметром 3 метра. И есть рама, на которой она стоит. Все это приводится в действие мотор-редуктором. Внутри стоят ворошители, которые этот процесс помогают сделать более легче. Они очищают с тарелки налипающие материалы, налипающие конки, которые препятствуют образованию шариков. И эта вся штука производит продукт, конечный продукт, который она делает. Этот размер гранулятора порядка 12 тонн в час. В это же время самый простой гранулятор, который в три раза меньше и имеет модель 100 про, он делает одну тонну в час. Это линейка гранулятора, выпускается серийно. И может быть работать на любом, абсолютно на любом материале, таким как глина, сульфат калия, пыль металлургическая, сульфат алюминия, мел и прочие продукты, которые нужно оконковывать. Ребят, в это сложно поверить, но весь гранулятор спроектировал и разработал один человек. Один хороший, талантливый парень, который много лет работает инженером, конструктором. Он с помощью программного комплекса совместил множество этих всех компонентов и узлов в одну машину, дал нам возможность увидеть, как она будет в работе, поймать те узкие моменты и те места, которые мы предварительно усилили и заложили конструкционную площадь и долговечность. Начнем с простого. Рама поворотная для тарели. Это станина с цапфами, которая держит эту раму. Вся поворотная рама выполнена из стандартного профиля. Все красные, ну выкрашенные красным элементы, это литье, собственное литье, которое мы отдельным образом, будет серия про него, я расскажу, выпускаем для нужд других производителей машиностроения. Посмотрите на эти радиусы. Здесь нет литейных уклонов, потому что это точное литье. И это литье мелко-серийное. То есть технология позволяет изготовить 2, 3, 4 отливки, тем самым оптимизирует затраты. Не нужно делать модель, не нужно создавать линию для производства этих двух цап. Это все накладывает общий итог на цену. Поэтому даже, как я сказал, это и дорого, но это доступно. Конструктивно наш гранулятор состоит из рамы, на которой расположена тарель, станины и механизмов. Первый и самый интересный механизм, который в этом грануляторе заслуживает внимания, это мотор-редуктор. И я хочу рассказать подробнее про сам мотор-редуктор, поскольку редуктор здесь установлен компанией Бонфилиоли. Компания Бонфилиоли – это очень интересная история успеха на планете. В 1951 году итальянский конструктор и промышленник Клементио Бонфилиоли основал в городе Болония небольшой цех. И он с друзьями, со своими и партнерами выпускает зубо-нарезные станки, а также запчасти для тракторов и сельскостехники. Но уже в 1963 году ребята поняли, что нет на рынке хороших редукторов. И в 1963 году у них появилась компания Бонфилиоли редуктори, которая начала производить только планетарные редукторы. Планетарный редуктор находится в каждом шуруповерте. Он стоит практически в каждом числе коробки передач. Компания Бонфилиоли спустя много десятилетий своей работы открыла 10 заводов. У нее работают порядка 3000 человек, которые создают эти редукторы. И сегодня это один из лучших редукторов. И он делает этот гранулятор уникальным, потому что он добавляет ему надежности. Внутри редуктора находятся шестерни, которые скомпонованы таким образом, что они практически неубиваемы. Это редуктор, можно сказать, вечный. И в отличие от других производителей, которые делают грануляторы с цилиндрическими редукторами, этот редуктор просто на голове выше. Гранулятор предполагает наклон тарели в режиме работы от 20 до 45 градусов. Это обеспечивается с помощью домкрата, созданного по принципу винтгайка и электропривод. Все электроприводы этого гранулятора заведены на шкаф с частотным преобразователем. Но самая изюминка этого шкафа, то, что является нашим ноу-хау, мы придумали это сами, это вот такой пульт, который позволяет переключать каналы, который позволяет в оперативном режиме менять все настройки процесса гранулирования. То есть оператор выбирает наклон, выбирает скорость, включает ворошители, но при этом он может пить кофе где-то в тепленьком месте своего цеха, не стоя возле пули и не дыша этим. Для того, чтобы оператор понимал наклон и процесс оконкования, сопоставляя у себя в голове физику, ему упростили вывод градусов, углы на вот эту вот шкалу. Он может видеть количество добавляемого материала, суспензии, воды, а также видеть угол, просто физически подходя к нему и выполняя настройки с помощью пульта. На самой тарелле установлены ворошители, которые позволяют срезать налипающийся материал на стенки тарелки, а также форсунки с воздушной и подачей специальной суспензии с клеивающими свойствами. Форсунки стоят очень дорогие, очень дорогие компании Lechler. Lechler это компания, которая 140 лет занимается с системами распиления. Это лучшее, что вообще может быть для того, чтобы создать мелкодисперсный, однородный, туманный продукт. Для понимания я хочу сказать, что такая машина должна стоить порядка 50 тысяч долларов. Это сопоставимо с такой машиной, как Tesla, которая работает на электричестве. Эта машина тоже работает на электричестве, но если Tesla, она проедает ваш бюджет на запчасти, на различные дополнительные ништяки, то эта машина может наполнять ваш бюджет. Если вы, конечно, имеете большой завод и вам нужно что-то гранулировать. И вдруг в двух словах про то, что здесь мы производим машины. Это город Днепр, это Украина. Здесь целый парк, здесь целый город, в котором на каждой улице стоят металлобрабатывающие станки. Здесь любая идея может воплотить себя в жизнь. Здесь можно получить продукт, который будет востребован. Если у вас есть интересные проекты, если вы готовы вникать, выливать свое время для того, чтобы получать какие-то продукты, способные менять современную отрасль тяжелой индустрии, я вас приглашаю. Спасибо большое за внимание. С вами был я, Юрий Аголяр. Всего доброго. Пока.